и изощрённых преступлений. В 21.00 следим за интригой и убеждаемся, что наша Мария Сергеевна вполне способна затмить даже Шерлока Холмса. Мне очень действительно идут исторические картины. Я бы очень хотела, чтобы зритель увидел тот материал, на котором мы работали. Картинка потрясающая, великолепные костюмы. Представьте, как это трудно. За 20 лет практически мы ходим в форме, в современной одежде, и вдруг нас одевают, и очень сложно было в момент вот этого ряженых, чтобы не было. Этот момент очень трудный. Я надеюсь, что зритель поверит в то, что мы оказали в 19 веке. Ну, всё увидите. Это Большие Вести со зрителями Москвы и области. Увидимся буквально через несколько секунд. В прямом эфире «Вести Мордовия» в студии Юлия Резванова. Здравствуйте. Сегодня глава республики дал большое интервью нашему телеканалу. Анжелика Исаикина написала особенное письмо и сегодня уже получила подарок. Каким для республики будет 2020-й в финансовом плане? Об этом из первых уст. Новый год начнется с вторжения о главной премьере января в финале выпуска. Сегодня глава республики Владимир Волков дал итоговое интервью ГТРК «Мордовия». Мы собрали множество обращений и просьб жителей республики и на их основе построили вопросы на самые злободневные и волнующие темы. Подробности в репортаже Татьяны Кедякиной. В своем плотном рабочем графике Владимир Волков нашел время, чтобы дать эксклюзивное интервью нашей телерадиокомпании. В этом году акцент на вопросах от жителей районов. Традиционно главный разговор об итогах года с руководителем региона проводит директор ГТРК «Мордовия». Вот еще один год подходит к концу. На вопрос, каким он был, наверняка каждый ответит сам. Я, например, для себя определила его как год сложных задач и непростых, и смелых решений. Мы же сегодня подведем ему итог вместе с главным человеком региона, главой республики Мордовия Владимиром Волковым. Здравствуйте, уважаемый Владимир Дмитриевич. Здравствуйте, уважаемый телезритель. Здравствуйте, Наталья Анатольевна. Насколько год стал успешным для Мордовии? Каких результатов удалось достичь? А какие задачи еще только предстоит решить? Главная тема, конечно, реализация национальных проектов, инициированных президентом страны. Мы справились с этой задачей. Практически все национальные проекты, мы их выполнили. Большую роль в решении целого ряда социальных проблем сыграло умение эффективно выстроить отношения с федеральным центром. В разных форумах с президентом, президент и совет проводят, президент проводит совещание с рядом главным, да, 10-12 глав, чтобы какую-то проблему решить. Со всеми заместителями председателями, с Мутко, с Голодец, с Голиковой, да, со всеми, значит, с Володиным, с Валентиной Ивановной Матвиенко. Валентин Ивановной Матвиенко очень много для нас сделают, вот для детской больницы. Характер разговора в этом году...